Окей, ребятки, привет! Я Дима, это Геральт, и я приглашаю вас усесться поудобнее, взять что-нибудь вкусненького. Ну, вы наверняка это уже сделали, так что приятного вам аппетита, хорошего настроения. И мы погнали. Ты охренел? Мы с тобой даже не знакомы, а уже ненавидишь. Надо его, наверное, в стеке. Ты же не убегаешь от меня? А знаете что, это опасно. Надо его ардом сбросить. И добить. Так надежнее будет. Но это он 40 уровня. Как жахнет больно. Не хочу. У меня сегодня настроение по вопросительным знаком пройтись. Я знаю, обещал в предыдущей серии, что мы пойдем за тайником. Но мы так и сделаем с вами. Только прежде давайте я вам покажу. Мы посетим вот этот вопросительный знак. Вот этот. 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 И дойдем до сюда. На. Ну прям захотелось. Так что это серия по вопросительным знакам. Это вы, наверное, уже поняли. Покажи, что умеет. Тут сколько их. Ох тут сколько их. Я люблю. Мне нужно, чтобы они меня подлечили. Ударь меня. Спасибо. Хватит. Хватит. Ну вот, замечательно. Этих ребят забрали. Так, а что у вас тут, пацаны, спрятано? Дневник разбойника. Ну посмотрим. Странная эта ганза. Вроде как у всех морды страшные. Мужики в боях закаленные. А каждый второй-то какой-то дневник ведет. То письма пишет. Откуда они все такие четучие и писучие? Мне-то буквы в бушку вбил мой Сюзерен, покуда я ему дочку не взбаламутил и он меня не прогнал. А взять, к примеру, такого Сильвана Черные Зубы. Где его искусство писания научили, если он всю жизнь с цирком ездил и из клеток диких зверей говно убирал? Последний раз сидел я в секрете с тремя такими. И все они вместо того, чтобы вина какого выпить или в огонь попердеть, порадоваться чуть-чуть носом в тетрадку и что-то записывают. Чтобы не быть хуже других, а то, может, сковорец Страгин ценит компанию таких литераторов, начну я дневник писать. Абсолютно какой-то такой пустецкий дневничок, пустецкая запись, которая нам только намекает о том, что господа тут серьезные собрались. Давай до дальнего вопросительного добежим, долетим, доскачем. Знаете, что я сделал? Я посмотрел, как другие люди проходят, но не смотрел видео, а смотрел название видео, чтобы понять, насколько долгое вообще это дополнение. И я понял, что люди за 25-30 серий проходят это дополнение, но при этом они, судя по названию, за первую серию делают то, что я до сих пор еще не сделал. Пусть идут по сюжету. Ай, Вифт, привет. Чемать. Нехорошо. Еще и Шаргист. Ну-ка, профни, ну-ка, профни, говорю. А Баргист призывной. Ну и замечательно. Что это тут у нас? Это место силы, что ли? Да. Куда нам очки? Еще одно очко умений мы получили. Куда нам столько, я не знаю. Ну ладно. Пусть будет. Так, теперь нам сюда. Просто посмотрите сами. 10 очков умений, которые мы не израсходовали еще. Я насколько понимаю, здесь может так статься, что это все дело понадобится. Так, что жаловаться не стану. Должен быть в этом бандитском лагере и писал, Делоне. Вы приближаетесь к убежищу шайки разбойников, которые в этих краях называют ганзами. Соблюдайте особую осторожность, приготовьтесь к тяжелому бою. Разбойники хорошо организованы и в случае атаки могут позвать помощь из других лагерей. Чтобы этому помешать, убейте разбойника, бегущего с факелом к сигнальному костру. Ваша основная задача убить предводителя ганзы. О, офигеть. Ну, говно, а? Давайте болтать. Гвое. В смысле? А у меня же... Я почему не елялся? Потому что я думал, что у меня ярость есть для того, чтобы остановилось здоровье. Ну что ж, тогда восстановим зелья абсолютно все. И воспользуемся, наверное, маслами. Яд повешенного даст мне преимущество в борьбе против людей. Сразу жахнук вен. Побежали. Против собак. Кстати, тоже, по-моему. А чтобы людей здесь было поменьше... Мы с вами пойдем к костру. А, ты ж падла. А, наверху. Костер здесь не просто так. Дерьмо. Сука, зажгли. Не успел. Ну, давайте посмотрим, что вы можете тут. Ты его, говорит, ушлепок до смерти убил. Я потратил... Я бы набрал ярость. Но последние две секунды до того, как я зелье принял, ярости я не получал. Вот, сейчас сработал. Сработал скилл. Хорошо. Поэтому пришлось зелье принимать. Тут как бы очевидно. Блин, какая же мясорубка дикая. Ну, это же, конечно, пипец. Сколько здесь всего. Уж как бы не всех еще убил. Ну, добра я здесь поднял, конечно, дофига. Я уже перегружен. Возможно, зря я этим занялся до того, как всех убить. Ну, ну его нафиг. Записки атамана Ганзы. Все пошло по плану. Братоломей Долоне оказался идиотом, как я и думал. Ну и ведьмак был... Дал заманить себя в ловушку. Слишком уж уверовал в свои силы. Мы с самого начала разыгрывали сонных дуболомов, которые только и ждут, пока им удобрят грядки. А когда Долона и ведьмак наконец договорились, тот второй проболтался, что остальные чертежи спрятаны в пещере душные ямы. Место это небезопасное, но может нам удастся добраться до ведьмачьего тайника. Долоне хватило одного болта, выпущенного из укрытия. От ведьмака мы ожидали больше, так что и получил он несколько. И правильно, очень уж он оказался живущий, хотя подняться уже не мог. Я позволил ребятам проверить, сколько боли может выдержать ведьмак. Заслужили же они немного забавы за хорошо выполненную работу. В конце концов, мы добыли деньги Долоне, а скоро постараемся добыть из душных ям чертежи. Ну и продать их, раз уж они такие ценные. Сырковой уровень еще подняли. Так, ясно. Еще давай. Это пафосно было, да? Это было пафосно, сука. Надо было ему дать по мне ударить все-таки разок. Слушай, ну там еще хватает людей, кстати говоря. Так-то если посмотреть. Слушай, а ты не можешь кувыркаться без этого какого? Без борьбы, что ли. Походу, да. Да, там хватает народу. Сейчас погасимся, значит. Так, здравствуйте. Структура Ганзы, Антуана, Скворца, Страгена. Все этих ребят мы в скорости, наверное, и перережем. Ты так красиво умираешь! Ты, говорит, так красиво умираешь. Ты дурной что? Все, больше никого не слышно, не видно. Ну так-то получается, да, но... Ну, очень много... Очень много... Людей убили. Очень. Слушай, а что в итоге нужно сделать здесь? Чтобы это место считалось, типа, зачищенным. Мм? Сколько здесь еще всего? Типа все? А если я сюда со временем приду? Не прилетит ли сюда какие-нибудь гули, не набегут ли... За мертвичинкой? Как думаете? Меня на самом деле это в меньшей степени интересует. Меня интересует, почему до сих пор горит это место. Это из-за того, что я до сих пор не всех убил? Или из-за того, что костер как-то потушить можно? Кого-то я слышу. Или это из-за того, что я не все взял? Вот, возможно, какая-то из этих причин в действительности. Все равно так пафосно идет. Вот они, ребята, еще. Смотри. Давай, давай, давай. Там такое месиво устроилось. Твоим ребятам. Боже, жесть. Муха. Ну-ка, пойди. Бегом, 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 бегом. Ко мне иди. Кло-то. На тебе всяко быстрее будет. Хотя, если следить за логикой игры, то... Ну, в принципе, на тебе все возим и так. Не торопись. Ну, кто там? А, вон он. Под мостом стоит. Сучара. Ну, иди сюда. Куда ты убегаешь? А, вот. Ко мне бежит. Ты меня достал. Давай, братан. Давай сюда, ублюдь. На, ним ударом. Прошу прощения, смотрите-ка, что нашел. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Твою-ка мать, его пытали. И к чему эта находка? Для чего она? Может, мы здание еще не дохера... Не, не дохера, не все, не все нашли, я имею в виду. Давай, папа. Не дохера нашли. Да нет, мы как раз дохера всего нашли. Не торопись. Ну, видимо, этого недостаточно. Пойдем, ладно, посмотрим еще. Проблема, конечно, в том, что мы в диком перевесе. А, у нас есть, кстати, зелье, которое позволяет ходить, по-моему. Перевесим, не перевесим, не важно. Найди бы его. Сопротивление. Не то. Не то. Урон. Увеличивает мощь. Не то. Нет. А-а-а. Запас воздуха. Сел химический. Увеличивает мощь знаков. Эликсир очищения. Отлично. Не сыть, снижает интоксикацию. Установление энергии. Не то. Ну, покажи мне. Ты где-то есть тут. Ммм. Угу. Никогда не примкует? Угу. Что ж такое-то? Вес, который, видимо, может нести без потери нагрузки. Вот. Отвар из беса. Есть. Во, отлично. Итак. Это мы прочитали. Здесь где-то есть подъем наверх. Вот он. Там, кстати, наверху есть ребята еще. Ари, вот он. Антуан Скворец. Ага, ясно. Я тебя твоим собственным членом обемею. Ну, давай. Давай! Навались! У него сработает эта тема, интересно? Нет? Ну, ладно. Антуан. Адьес, Антуан. Пипец от добра. Жесть просто. Записки Антуана Скворца Страгена. Налет на корчму под серебряной саламандрой. В общем-то, разрядил атмосферу. На болотах ты уже стала посвободнее, потому что много наших отправились туда на дело. Но все равно при такой большой ганзе, руины Артак по-прежнему выглядят как долбанное торговище. Даже посрать уже нельзя в одиночестве. Вдобавок от этой сырости у меня ломят кости и даже девочки меня не прогревают как следует. Надо будет присмотреть что-то новое, пока мои лоботрясы еще бойкие после последнего дела. Теперь выберем цель покрупнее. Я все чаще думаю о винодельнике, югу отсюда, о коронате. Она бы мне подошла. Стоило бы выслать какие-нибудь секреты, все разведать и начать думать о большом налете. Ну да, и надо занять делом пару ребят, а то уж каждый второй строчит мемуары, литераторы гребанные. Взялись бы упражняться с мечом, а не за дневничками сидеть. Хватит того, что я веду дневник. Всыплю кнута одному другому ублюдку, а записками их задницу себе подотру. Может тогда и возьмутся за дело, как полагается порядочным бандитом. Стальную мечту сынского рыцаря. Так, ну здесь наконец-таки усе. Та штука погасла. Единственное, что меня теперь смущает, это то, что у меня дохерища всего. И это все мне надо бы продать, ребята. Что произошло? А, ясно. Субтитры сделал DimaTorzok Ну отлично, хорошие ребята заняли теперь это место. А может быть у этих хороших ребят будет какой-нибудь кузнец или торговец. Да, слушай, есть действительно. Смотри. Вы разорили логово Ганза, убили ее вожака. Бандиты утратили власть на этих землях. А дальше я, конечно, не успел прочитать. К сожалению. Ну так отлично, смотри. Встречал я одного Страгина. Это к чему ты? Встречал я уже одного Страгина. Да ты че? Надо думать, не человек было дерьмо. Приличных людей таким именем не называют. Не скажу за всех Страгинов, но тот и правда был мерзавцем. И конец его ждал приотвратный. Ты прикончил, ублюдка. Я так и знал. Это сделали друиды. Его сожгли живьем. Вот и чудненько. А потом он будет говорить, что этого Страгина ведьмак сжег живьем. Да и, короче, всех его прихвостней. Как любит народ искривлять правду через языки. Это отсылка, я так полагаю, к книжкам. Потому что в играх я чуть не помню такого. Может быть, это моя дырявая память просто. Я нашел интересные чертежи. Можешь одним глазком взглянуть на чертежи. Для тебя, ведьмак, я и двумя взгляну. Только боюсь, чтобы все это расшифровать, надо быть великим мастером. А мне до него далеко. Ну и отлично. Ну мне уже сказали, где кузнеца нормального искать. Так, ладно, покажи мне свои товары. Покажи, что ты тут продаешь. Надеюсь, у тебя денег до хера. Ну и отлично. 9.775. Видать, разработчики просекли, как бы, что мы будем это все дело продавать здесь. Поэтому наградили его огромным количеством бабла. И это, знаете ли, хорошо. Давайте начинать. Я это вырежу, потому что, ну, неизачем на это смотреть. Ну все, напродавались. Единственное, что ему нельзя продать мусор. Ну, а это мы найдем как-нибудь другого. Кузнеца ничего... Ой, продавца ничего страшного. Починим снаряжение. Все за 200 монет. Ну и в итоге имеем 22400. Блин. Покажи, что ты тут продать. 22400. Монет, собственно. Вот. Ну и еще очень много денег у ковца осталось, поэтому будем его всегда иметь в виду. Пока горячо. Вы разрыли логово. Бандиты утратили власть. Разбойники я не успел прочитать. Хорошо. Давайте. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте помедитируем. Куда я в умение заложу? Помедитируем. Наверное... Два схода, потому что... До рассвета. Потому что не хочется ночью путешествовать тут. Если честно. А интересно, сколько вот такой вот ведьмак налогов плачет? Сколько вот такой ведьмак налогов? Нисколько не плачу. Да, Платва? Пошла! И сохраняемся. Я так полагаю, что мы, возможно, будем очень часто умирать в этой серии. Надо будет к этому... Быть к этому готовым. И, возможно, даже привыкать. Не знаю. Хотя... За всю историю нашего ведьмака. Мы не то чтобы часто отправлялись на тот свет. Даже несмотря на то, что легендарный уровень сложности. Кстати говоря, многим, кто пишет про то, что я должен... Поставить в настройках... Поставить в настройках... Что у нас тут? Разбойники. Поставить в настройках... Чтобы все противники подстраивались под меня по уровню. Я давно хотел сказать, что я так делать не буду, чтобы вы перестали писать. Потому что я не вижу в этом смысла. Ну, то есть... Челлендж... Игра мне дает, в принципе, иногда. Хватает. Этого челленджа. Иногда нет. Иногда легко. Но дело в том, что я отыгрываю ведьмака уже хрен знает сколько... Даже, можно сказать, лет. Понимаете? Так, тут надо полечиться, потому что... Ну его нахрен. И наш ведьмак уже много чего умеет. У меня всегда... Да ё-моё! Ну какая... Чёрт возьми! Смерть! Я говорил о том, что их будет в достатке, видать. Блин, ну ярость же была... Что, не полечился? Или как-то я прошляпил, пока говорил? Короче, мне нравится то, что я иногда достаточно легко справляюсь с противниками. То, что они не всегда такие прям дико вздрюченные по уровню. Потому что, ну это реалистично, ё-моё! Ну а иначе просто каждый утопится на пути будет с 40 уровня, которого я буду месить по 3 часа. Ну нахрена это надо, понимаешь? Незачем это мне. Абсолютно незачем. Вот здесь я прям прохалал то, что... Сороковой уровень, толпа. Вот тут сложно, да. Можно. А в остальных моментах... Это, мне кажется, излишек всё-таки. Так, как-то... Как-то я вот сказал, что часто будем умирать, и надо привыкать. И как будто бы уже привыкли, не стараясь. Давайте. Ну, сколько мне ещё ждать? Ну, ловите. А ты подойди, ты узнаешь. У него ещё и свои сзади стрелой. О, молодец, добил. Красавчик. Тебе не очень нравился изначально, да? Горите, родной. А я вот за этим пока потанцую. Давай, иди сюда. Уау. Ходи, ходи. У-ау. СССР. Суй, темпе. У-ау. Слая там шура тебя, браток. А-а-а. У-у-а. У-у-а. У-ау. У-у-а. У-у-у. У-у-у-а. У-ау. Они уже про меня знают Забавно Очень даже забавно Про меня уже говорят Геральт, ты молодец Умница, я бы сказал даже Умница Красота Одно удовольствие смотреть на этот край Вот так, с высоты Птичьего полета Одно удовольствие Святой Лебеда Что бы мне так хотелось Как мне не хочется Что бы мне так хотелось Как мне не хочется Корчма под серебряной саламандрой Кажется нам придется Еще раз посетить Того торговца Потому как Уже очень много здесь всякого Барахла на продажу Мы конечно можем это все проигнорировать Но мне кажется деньги нам нужны Так что О, дневник Дневник, аж она по-просто еще быстрый Яка же лидер нашей вождь Скорец Траген Все в дневничке записываю И то я себе удумал Что тоже так буду А описывать мне есть чего А то же мы тут такой разнос В корчме под серебряной саламандры Учинили Что ой-ой-ой Все, ганза с этим уже давно носилась Чтобы в эту корчму с экскурсии заглянуть А то сколько же можно квасить В этих руинных артах Воды по щиколотку Гриб на грибе А ежели ветер задует То каждый яйцами звенит от холода Так я и спрашиваю Холь там сидеть так бесцельно Собрались мы Раз, два Ай да на дело Ну и ударились таким воодушевлением Что пока поняли Что да как Мы уже доброй половине тамошних кешки выпустили Раз, два И все дела И так мы разгуляли Что под конец Уже никто в живых не остался Несколько только Говорят В лес успели умыкнуть Умыкнуть в том числе хозяин Этот сренный нильфгардец Только их после держит Только их после Только их после дорежут Прошу прощения Выпьем, споем А потом пойдем на охоту Описался ее Я Вице-атаман Ганзы Эжен Быстрый Мы шо Эжена еще убили Не Вроде я никого такого Тут не видел Ну страгина Уже гасынули Уже хорошо А это вообще Их предводитель Видать был Ой Ладно Пойдем в корчму Зайдем Может там что есть По картам Да и Мусор продадим Слава Геральту Из Ривии Слава Конечно Не откажусь Вот тут магия Этот самый Нильфгардец Нильфгардец Вдали от дома И притом не солдат Такое не часто увидишь Меня не тянуло Играть в войну Зато мой фахар То есть отец Мой отец Сражался в битве На Соденском холме Остался без руки С пробитым легким Но выжил В бригаде импера Он служить больше не мог А здесь климат приятный Видно Раны Сами собой Затягиваются А на военную пенсию В нильфгардских флоренах Можно купить многое Корчму Например Спасибо Что помог Вернуть Отцовское наследство Ведьмак Арт Данк Данкен Арт В обратку тебе Не за что Покажи товар мне свой Покажи что у тебя там Нильфгардец По новогоднему Выглядит Как новогодний Эльф В натуре А у него тут Ну Есть наливка Из мундрагоры Но это уже Не то чтобы нам надо Понимаешь Мы уже По моему Нахватали себе До хера Этой наливки Так Осталось только Вот эту вот шушеру Всю Напродавать Стопе Что с геймпадом Тише Тише Бой А что там было 24 штуки Что я такого не увидел Интересно Стекло Продать конечно А это что Цепь тоже на продажу Так что там было Это 24 штуки Что это я мог Продать Интересно Ковши Надо бы еще Монеты поменять Кстати говоря А Так За 64 монеты Типа Блин Записку Сбросил Сколько стоит Вернуть записку Ай да хер Пусть Короче А вот это дело Разобрать надо Шкатулочку Там может Чего полезного Уйдет Золото Нашелет Бутылочные пробки Так На бутылочные пробки Не отсылка к Фоллаут А Прикольно Может их разобрать Можно какую-то Отсылку Словить Короче Бог с ним Ой подожди Покажи Что у тебя Можно ли тебе Продать Друг Мой Вот это вот Дело Нельзя Ладно Каждому свое Да До скорого Как говорится Каждому Своем Что ты Их Разогнал Ведьмак А Действительно Хорошо Так Ладно Я значит Сейчас Схожу Сюда Наверное Опять Потому что Надо Продать Мечи А потом Пойдем На южную Вопросительную Знак А Наш Любимый Ведьмак Успел Еще Какой-нибудь Страшилище Уебожий А О чем Это я Понятное Дело Успел Я говорю Постой Он такой Да Подожди Да Я договорю Конечно Успел А ты Не знаешь Как бы Двольшим Тут Продает То Что Мы Ему Сейчас Будем Продавать То Он И Продает Ты Наш Любимый Торговец Сейчас Чувак Потому что Денег У тебя Жопой Жуй И Это Сука Чертовски Круто Просто Потрясающе Да Теперь На южный На южный Выпросительный Знак Попедрючили Он тут Недалеко Вот и он Усмиритель Скворца Страгина И его Сука Ганзы Браво Ай Хорош Ты Вот За Жопом Зачем Застряла Пафосно Как Получилось Смотрите Этот парень Из Симс 4 Да Да Буду Рассудителем Угу Ну и руины Тут Конечно Опять Разбойники Не И киморы Ребят И киморы Нам не страшны А вот Что нам страшно Так это То что я Зелень Устанавливаю Иду вперед Какой дурак Пипец Еще куча Мусора Письмо Матери Дорожайшая Матушка Прости что Бежал Не сказав Ни слова Но ты Хорошо Знаешь Если бы Батюшка Узнал о моих Намерениях То скорее Перебил бы Мне колени Чем позволил Мне уехать Пойми Не для меня Работа Городского Писаря Не хочу Я как Батюшка Всю жизнь Киснуть Над книгами И постепенно Терять зрение Работая Днями И ночами В темной Конторе Я жизнь Свою Хочу Прожить Как приключение Может когда-нибудь Я тебя навещу Дорожайшая Матушка А пока что Оставайся В добром Здравии Твой любящий Сын Паврис Интересно Интересно А также Тут мухи Ну Ребята Давайте Медитировать Наверное Восстанавливать Восстанавливать Все Что можно Восстановить Да Да и лук Похавывать Похаваю Похаваю Вот Я правда Планировал Что в этой серии Мы с вами Закончим Абсолютно Все Вопросительные Знаки Собирать Но Кажется Придется Разделить Это дело На две Части Так что Спасибо вам большое За просмотр Увидимся В следующей серии Ребята Дальше Круче Пока